Здарова, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай, и сегодня я займусь уничтожением вот этого пенька. Уничтожать буду без корчевания, потому что в прошлом году корчевал его брата, вот там стоял. Вот на этот пенек я потратил пару часов времени, наверное, задолбался, весь взмок грязный, яму огромную выкопал, потом еще и закапывать, короче, нет, это не мой вариант. Я сегодня испытаю способ огнем избавления от пенька, но не просто так вокруг него костер развести, нет. Я хочу превратить этот пенек в финскую свечку, чтобы он сам себя изнутри сжег. Думаю, что должно получиться. Поехали! Для данного способа понадобится дрель и перо на 22. Кстати, такой вариант я посмотрел в интернете, вроде бы рабочий. Нужно просверлить отверстие сверху. И еще одно отверстие сбоку, для того, чтобы они внутри пня соединились. Наливаю бензин, чтобы горело лучше. Можно видеть, что из нижнего отверстия бензин вытекает, а значит, они соединяются. Ну и для надежности кусок перчатки будет фитилем. Ну а теперь гори пенек синим пламенем. Ну, точнее, красным. Так, какая была задумка? Просверлим это отверстие и здесь отверстие. Здесь разжигаем огонь, образуется тяга, и он сам себя сжигает изнутри, образуется такая небольшая турбина. Но у меня не получилось. Я пытался много-много раз. Смысл в том, что бензин прогорает, и все. И он не занимается. Финская свеча не получается. Но мы не сдаемся. Есть способ еще проще. Сейчас покажу. Для этого способа нам потребуется еще больше отверстий в пеньке. В любом садовом магазине можно купить кайлевую селитру. Приходите туда, говорите, мне нужно уничтожить пенек. Вам советуют кайлевую селитру. Сыпаем ее в каждое отверстие. Сразу хочу сказать, что способ не очень быстрый. Потому что селитра будет действовать достаточно долго. Ну, где-то полгода, а может быть и год. Но я, как говорится, никуда не спешу. У меня вся жизнь впереди, поэтому годик потерплю. Добавляем водички для того, чтобы реакция пошла. А еще продавец в магазине посоветовал все накрыть пленкой и завязать шнурков. Ну и, по идее, от селитры пенек сгниет в труху. В общем, у меня сегодня ничего с первого раза не получается. Веревка тоже не держит проволоку для надежности. В таком виде оставляем как минимум на полгода, а лучше на год. Через год можно будет просто взять вот так. Он рассыпется в труху. Все, друзья, на этом с вами прощаюсь. Это был канал Миклуха Макфлай. Ставьте лайк, подписывайтесь. Это обязательно. Все, пока.